Выпустить автомобиль с автопилотом сегодня обещает почти каждый производитель. Американское сообщество автомобильных инженеров, SAE, выделяет пять уровней автономности. Согласно этой классификации, даже у дорогих машин электроника соответствует максимум второму уровню, он же частичная автоматизация. Машина едет более-менее сама, но водитель обязан держать руки на руле и смотреть на дорогу, готовый вмешаться в любой момент. До полноценного автопилота пятого уровня автопрома ещё очень далеко. Ближайшая и крайне непростая цель — это уровень номер три — условная автоматизация. В 2017 году его приготовили для Audi A8, но легализовать систему Traffic Jam Pilot не удалось, и после рестайлинга 2020 года компания отказалась от этой опции. В конце 2021 года Honda предложила на внутреннем японском рынке ограниченную серию гибридных седанов Legend EX с автопилотом третьего уровня, но только сотню машин и только в лизинг. И вот новый прорыв. Mercedes сумел сертифицировать автопилот третьего уровня в Америке. Точнее, пока в одном единственном штате, не в Аде. Значение этого события не стоит недооценивать. Mercedes впервые узаконил автоматическую систему управления третьего уровня на территории Соединённых Штатов. Система DrivePilot ставится на S-класс и флагманский электролифтбэк EQS. Она включает множество уже привычных электронных приборов, вроде радаров и лидаров. Однако есть и непривычные решения. Среди них камера, которая смотрит через заднее окно, и микрофон, который должен улавливать спецсигналы полиции и скорой помощи. В колёсных арках установлены специальные датчики, контролирующие уровень влажности дорожного полотна. В итоге водитель может снять руки с руля на подходящих участках автомагистралей, а также в местах с плотным потоком, но на скорости до 64 км в час. Нельзя не вспомнить компанию Tesla, которая бежит впереди паровоза. Ведь фактически тесловский Autopilot — это вполне третий уровень, только нелегальный. Поэтому сама компания из-за регулярных аварий получает множество исков. Государственные органы сначала в США, а затем в Германии ещё несколько лет назад законодательно запретили Tesla использовать слово «автопилот». Взамен компания придумала ещё более пышный термин — «full self-driving», что буквально переводится на русский как «полностью самоуправляемый». Впрочем, и этот речевой оборот в минувшем декабре запрещён специальным билем штата Калифорния. Заметим, что в конце 50-х автопилотом называли обычный ныне круиз-контроль. И никто не протестовал. Впрочем, и люди тогда не считали, что машина вправду способна ехать самостоятельно.